всем привет меня зовут константин мы начинаем проходить demon souls мы только что закончили прохождение его последователя dark souls напомню что demon souls вышел только на playstation 3 и на компьютере он не выходил и на какой-либо другой консоли к сожалению он остался на английском языке так что придется нам играть вот эту вот непереведенную версию но тем не менее игра мало чем отличается по геймплее от dark я постараюсь я так полагаю если она сейчас не возникнет никаких проблемам никаких проблем с интернетом то мы будем играть в онлайн режиме да у нас онлайн режим давайте создавать персонажа сейчас мы будем выбирать какой-нибудь магический класс так давайте ведем имя так так вот у нас почти целую минуту заняло то чтобы набрать наше имя так в чем дело давай так пол да давайте посмотрим давайте наверное потеряю поиграем за женского персонажа на этот раз так теперь посмотрим по классам значит у нас солдат рыцарь охотник жрец маг разбойник какой-то бард вор темный рыцарь и абсолютно ну и какой-то еще тоже в вор что ли так давайте посмотрим кого бы больше уклон идет на магию так у рыцаря у него все пациент все примерно одинаково все характеристики так у жреца в основном вера а вот хотим магический класс на джессон так значит магия 15 вера 6 ну давайте наверно за него и поиграем так ну вроде бы все по моему здесь больше ничего не настраивается давайте попробуем это мое не первое прохождение demon souls это бы второе первое было вообще-то довольно давно игру сейчас уже достать довольно сложно я ее заказывал вот собственно говоря сама история а вот это вот это кто пытался penetрировать глубокую погоду, никогда не вернулся. Но балорфаксы от Ройал Твин-Фанта сбросили свободы от погоды и сказали в мире о летариях что старый Рой Алант уничтожил старого, что великолепный гонок от его eternного слома и что полная погода Продолжение следует... 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 это во первых он живой сейчас объясню почему потому что как я по насколько я помню история начинается у нас того что вы живой воин и так далее пришли опять же что там защищать вот но вас убивают и дальше начинается самое интересное так давай сейчас посмотрим что у нас так она что у нас есть посох и заклинашки обратите внимание что у нас в левом верхнем углу почти все то же самое за исключением полоски и синие полоски это полоска магии в dark souls и ее нету там лишь используется количество с в общем только количество определенное количество сколько раз ты можешь использовать данное заклинание вот здесь же все идет строго по мане может быть с одной стороны это их от их лучше но это сообщение дар один стандартная атака управление здесь принципе то же самое разве что здесь по моему нету да здесь нету пинка ногой здесь есть мы есть просто оттолкнуть как говорится почитаем что тут а ну в общем бег и нету прыжка здесь можно только вот так вот кататься один защита игровой движок почти тот же самый немножко претерпел извинения но мне все равно нравится на самом деле обратите внимание мы только что видели пробегающую душу это игроку сидит у себя дома и и также играет мы поскольку играем в онлайн режиме мы видим этих игроков ну и также к нам теперь могут залазить всякие темные души и так далее ну вот собственно говоря он видите побежал почему-то у нас сюда чем мы туда не можем ну ладно видать не все сразу путь у нас пока только один надо научиться парировать здесь никогда особо не увлекался этим так что-то лежит трава да кстати и такое еще интересное отличие у нас здесь нету фляг с лечилками как это было в dark souls и здесь у нас трава различные силы трава и зелья так поднять предмет квадратик спасибо капитан мы только что уже подобрали предмет так что у нас тут еще трава так что нам вниз туда и так полагаем здесь нельзя пройти я довольно скромно помню куда вообще нужно идти говорю проходил игру только один раз и было это давно так что сейчас будем вспоминать давайте подлечимся есть такое дело бэк степ ага у нас говорят что есть удар со спины давайте попробуем сейчас от парировать есть такое дело тихо 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 что разошелся бэк степ бэк степ отчет не получилось к сожалению ты че откуда такой шустрый взялся довольно бодрый персонаж от того что в легкой брони быстрый мечик не смотрел еще характеристики нашего оружия и брони ну посмотрим потом так что у нас тут больше нечего поднять еще одно чудо так это что у нас да и собственно говоря здесь нету как таковых костров здесь есть такие типа костры вот это определенные точки здесь немножко по-другому сделана система и сейчас я вам одни подробней чуть расскажу точнее ну по ходу действий скажем так так что у нас тут р2 сильная атака спасибо хотя анимация персонажей все равно довольно здорово проработано мне нравится давайте попробуем какую-нибудь заклинажку что ли сделать неплохо так а это что ух ты если чем-то покрыл невидимостью что ли надо почитать быть потом так парирование туда не пройти давайте посмотрим насколько сильные у нас заклинашки неплохо неплохо ну могло быть конечно и хуже и лучше ну о кто-то посильнее ну что иди сюда а как тебе это ему явно не понравилось да заклинашки довольно сильные так у нас там вроде а можно в две руки как обычно брать понятно ну давайте сейчас его по шурику заклинаниями огреем и грубо и сложновато проходить тем кто раньше не играл в подобного рода игры я имею ввиду конкретно именно dark souls потому что как обычно по первой она будет казаться сложной какой таковой не является ну ладно есть сложные моменты но не настолько а после dark souls а так это вообще по первой кажется определенной халявой ну давай ты долго будешь стоять там парировать ты не умеешь интересно ты меня будешь сегодня атаковать или как о вот и все о кто-то тоже сражается явно не особо удачно ну может быть и удачно но нас это не касается наша задача только наблюдать менять оружие менять предметы это мы все знаем так что то я не то нажал так нам дали травку посерьезней тут у нас что такое используя взглянаний тоже в курсе так куда сюда что ли идти здорово душа неизвестного солдата с душами в принципе абсолютно все то же самое вы их съедаете получаете души то есть лучше побольше по накопить а потом разом заюзать и поднять там уровне у угу слабак нормально нормально еще трава а тут у нас ничего нет зачем мы сюда шли так давайте едим вот эту и травку если память не изменяет в принципе сейчас мы должны встретить боссы которые по плану нас должен убить ну не по зубам он нам будет такова наша сейчас судьба умереть есть такое дело еще трава посерьезней так какой бодрый персонаж смотрите как несется так ну вроде бы здесь должен быть босс давайте попробуем сейчас заклинашками его бить ну конечно его сто процентов не убьем ну по крайней мере попытаемся тихо 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 ты чё делаешь даже не дал ударить себя ну и ладно самое интересное что как обычно есть задроты которые убивают первого босса убить его крайне тяжело вы там реально вы ковырять будете бог знает сколько а он вас видите убивает из двух ударов вот и если вы его убиваете вам там дают какой-то предмет ну соответственно типа секретный а потом были появляется второй босс который вас просто сразу одним ударом убивает там вообще бесполезно то есть там уже без вариантов смерть и вот собственно говоря мы пристали нас прислали в пристанище мертвых свеже умерших скажем так это то место где мы будем проводить все очень много времени между уровнями еще то там а ну типа нас нам дали возможность существовать даже мертвым и вот будучи мертвым мы появились в нексусе да 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 кольцо нексуса так ну что давайте теперь наконец по инвентарю полазим посмотрим что у нас тут вообще инвентарь трава трава так использование при использовании потерь потеряем все души новым мы возвращаемся в нексус это все понятно грубо говоря возвращением так дает нам свет камушек наше оружие обратите внимание здесь принципе мало что подписано нам остается опираться только вот на эти значки которые есть то есть что себя представляет оружие ну и соответственно какой урона наносит сколько весит и так далее об этом все попозднее есть еще подвох брони в одежде которую мы носим этого не было в dark souls и это она также различается на по половому признаку есть мужская одежда есть женская то есть нашли какие-то обалденные доспехи можете их носить точнее они вам по всем параметрам подходят вы просто балдеете что ты их внешнего вида но надеть их не можете потому что вот ну мужика не вы играть тут за бабу а они на мужика и то же самое может быть наоборот вполне я первый раз когда играл честно матерился игра ну чё за ерунда ну ничего не приходится поделать игра уже сделано так это такой инвентарь быстрого доступа так ну и соответственно наш статус вот собственно говоря видите все значки подписаны то есть выносливость интеллект ловкость и так далее так эта тенденция миров они я расскажу чуть чуть попозже и это грубо говоря их влияет на онлайн режим то есть насколько будет сложным миру в общем как хорошо у себя ведете обратить внимание что мы выглядим все равно принципе как нормальный человек несмотря на то что мертвы но у нас всего половина жизней скором времени мы должны получить кольцо что у нас жизни будет все таки не столько убавляться так bloodstain то есть здесь можно посмотреть как кто-то умер ведь он с кем-то дрался здесь к сожалению не показывается с кем и тот его убил но скорее всего с каким-нибудь из местных персонажей хотя не совсем давайте поговорим с кем-нибудь здесь посмотрим чё к чему и и но собственно говоря нас пригласили пойти первый мир первый мир нам пойти обязательно после чего видите там стоит статуи мы будем можем разгуливать по этим миром как хотим но соответственно по нашим прохождению так дальше посмотрим ты у нас так сейчас секундочку делаем большой перерыв значит так это у нас так называемый складской я по крайней мере его так называемый у него можем складывать абсолютно все в неограниченном количестве 8 гора пригодится здесь кстати в отличие от dark souls у нас ограничение по весу то есть мы не можем таскать с собой миллион мечей брони и так далее надо следить будет за этим то есть в этом плане она будет посложнее частенько придется наведываться к этому мужику болдвин но это собственно говоря кузнец у него мы покупаем оружие и делаем апгрейд нового оружия у нас пока ничего нету тут шарт хорстаун требуется две штуки починка оружие и покупку купить новые ну купить новые соответственно за те же души ну я думаю пока обойдемся здесь есть несколько еще торговцев они за торгуют за клинашками ну нам пока я думаю к ним не нужно так ну что давайте наверно сейчас отправимся в первый мир взглянем на него что там вообще к чему происходит палаты балетарии давайте войдем них пока что запомните пока что независимо из того сколько у нас душ мы не можем поднимать уровней здесь не так как dark souls что у костра поднимается не здесь вот это вот слепая девушка с посохом она поднимает уровни но только после того как мы пройдем вот эту первую локацию вернемся к ней поговорим с ней и она даст нам возможность обменивать души на уровне этот момент в принципе главное не прощелкать потому что многие вначале не понимают вообще как тут прокачиваться да вот такая вот крепость собственно каждый мир будет состоять из трех четырех под миров и три или четыре под босса конечно же драконы куда же без них о обалдеть прилетел заморил труп очков и убежал так ну что давайте осматриваться сейчас пойдем аккуратно здесь уже воины все будут посильнее так что тут у нас трава посильнее чем нашим так ну что побежали дальше попробую сначала драться мечом потом если что будем потихонечку драться магией лошадь съеденная так да что ты никак у меня бэкстап не получается не под правильным углом закажу о меч довольно неплох душ правда и пока мало ну здесь вообще душ дают меньше чем dark souls и здесь градация уровня душ поменьше вороны так тут никого будут прятаться занятыми смотри какой дерзкий а пока что легкотня какой-то дали щит деревянный но брод пока этим справимся неплохо оп 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 тихо 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 ты че делаешь так еще не между смотреть какой толпой на поду напасть решили шишка вам лысая так трава сюда путь нам пока закрыть сюда мы придем уже после завершения этой локации давайте подлечимся на всякий случай у нас жизни не так много так туда мы пока не пройдем давайте здесь посмотрим потихонечку сейчас пойдем он уже лучник нас там караулит но кстати щит к сожалению потребляет не сто процентов урона поэтому много урона по много урона по щиту лучше не пропускать ну соответственно следить за тем как стреляет лучник потому что иной раз стрелы могут быть фатальным туда лучше не прыгать насколько я помню так тут у нас ничего что лежит секунду пропустили да туда реально лучше не прыгать так травы много давайте подлечимся опа так и знал что где-то здесь какой-то подвох следующий бродяга хотя они вообще честно сказать не на каких-то бандитов и какие-то бомжей больше похоже так здрасте до свидания никого забывайте здесь ловушки также могут быть о 5 фар бомб огненные бомбы вообще вещь очень хорошая иной раз может очень сильно пригодится давайте вам покажу что-то как ну вот собственно и все что с ними можно еще поделать так давайте войдем так ну тут сейчас аккуратненько душа неизвестного солдата там еще что-то лежит какой-то меч брейкер какой-то давайте посмотрим так в принципе довольно таки неплохо зависит в основном от скорости нам чего-то не хватает по моему чтобы уносить да нет в принципе всего хватает давайте попробуем а так это шпага какая-то довольно таки короткая честно сказать такое очень хорошо в замкнутых пространствах драться но мы пойдем вот с этим вот мечом пошли дальше пока что мне он больше нравится ты че делаешь оп пока что нам заклинание еще немножко не нужны не будем тратить просто к ману эти все довольно быстро сливаются так ты че дерзкий такой а ну лови там у нас ничего нету о началась колхозе утро о началась колхозе утро здрасте да что ты будешь делать еще кто-то кидается сверху че вам не иметь совсем откуда вы кидаетесь так предмет еще один мая брекет так туда мы пока не пройдем ладно пошли куда бежать то че то я проход что ли прозевал мне или к нему да не погоди но мы туда пока не пройдем и туда пока не пройдем здесь ничего сделать нельзя туда прорубиться как-нибудь не а вот же проход елки зеленые что-то тут стоят тут никого идет заклинание сейчас немножко неудобно пользоваться потому что время каста так называемое пока он там раскачается чтобы давайте примем эту другую заклинашку я не знаю что она делает ну я не думаю что что-то плохое так кто-то там кидается а ну вот вам на тебя опять улетел ладно сейчас убежим еще разочек так побежали 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 угу всех у вас бомбы тут понимаешь ли так еще трава так туда нам пока не надо так ну что давайте туда пройдем сейчас знакомая очень знакомая ловушка так ладно давайте посмотрим что у нас здесь лежит меч бастардовский меч это тяжелый меч он нам не по зубам вообще это для тяжелого воина так ну что я думаю в принципе первый взгляд на игру мы сделали дальше продолжим следующей серии уже проходить подписывайтесь на мой канал всем спасибо давайте пока пока до новых встреч